27 сентября праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Об этом событии говорим в рамках программы «В контексте» с клириком Свято-Покровского собора, протоиереем Виталием Капелюшко. Здравствуйте! Добрый день! С праздником вас! И вас также с праздником! В первую очередь хотелось бы узнать, что такое воздвижение креста Господня. Расскажите о истории этого праздника. Воздвижение честного и животворящего креста Господня – это один из двунадесяти праздников церковных самых великих. И этот праздник был установлен церковью благодаря тому событию, когда апостольная Елена прибыла в Иерусалим. Она искала святыню, святыню креста Господня в 326 году, и она нашла эту святыню. В этом году произошло обретение честного и животворящего креста. И вот этот праздник, воздвижение Господня Креста, он очень тесно связан именно с этим событием. Когда был обретен крест Господень, а это на горе Голховской, там было три креста обретено. И со временем, конечно же, все надписи были стерты. Мы знаем, что у креста Господня была надпись наверху «Инцы» и «Иисус Назарианин царь евдейский», «Ника», то есть «Победа». Эти все надписи были стерты, потому что время прошло, и как-то они упразднились, исчезли. И когда обрели три креста, и не знали, какой из них крест Господень, и в это время проходила неподалеку похоронная процессия. И тогда было определено один из крестов приложить кресты к усопшему. И когда это совершили, когда это сделали, то, прикладывая поочередности каждый крест, один из них действительно совершил чудо. От этого креста оживотворился покойник, он воскрес. И вот этим самым было подтверждено, что именно это крест оживотворящий, Господень крест. Тогда не было таких технологических моментов, как сейчас, ныне. Можно было провести экспертизу. И вот это такое чудо показало, что это действительно крест Господень. И вот с этого момента совершается церковью воздвижение честного оживотворяющего креста. Было такое множество людей, которые невозможно было людям, чтобы они приложились к этому кресту. И тогдашний патриарх Иерусалимский, Макарий, он этот крест воздвиг над всем народом. Именно этот оживотворящий крест, который оживотворил этого усопшего человека. И тогда люди увидели эту святыню, этот крест. И мы также знаем традицию, которая существует в церкви. Это за всеночным деньем этот крест воздвигают и поныне. То есть традиция в церкви, она живет и есть. Это чин воздвижения. И когда священник возвязает крест, то хор поет слова «Господи помилуй» множество раз. И когда действительно патриарх воздвиг этот крест, то народ, который стоял вокруг этого креста, он воскресал такие слова «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Вот такая краткая история этого замечательного праздника, воздвижения креста Господни. Действительно, очень такая захватывающая, интересная история. Но когда же отмечается воздвижение креста Господни? В сегодняшний день мы отмечаем праздник воздвижения Господня, 27 сентября. Но я знаю, что помимо этого есть еще какие-то преднепразднования. Днепразднования — это вчерашний день, потому что церковь, она имеет связующее звено вечернее и утреннее богослужение, оно имеет одно целое. Поэтому вчера, как я уже сказал, мы совершали всеночное бдение, и за всеночным деньом был совершен чин воздвижения креста Господня. А сегодня, в день праздника, совершалась божественная литургия, посвященная именно этому празднику. А что же нужно есть в этот праздник? Ну, в этот праздник он является... В этот день мы, христиане, сугубо постимся, потому что именно воспоминания, крест нам наводит именно те воспоминания, когда был Господь распят на кресте. Распят на кресте. И вот это была пятница, Великая Пятница, мы знаем. И вот праздник, который мы сегодня празднуем, вспоминая те события, на которых Господь пострадал, в те события, на которые Господь отдал жизнь за каждого из нас. И вот крест является... Многие ошибаются, они говорят, что крест является орудием смерти. И как могут христиане поклоняться этому орудию смерти? А мнение христиан по-другому. На нем была совершена искупительная жертва. Да, Господь, имея такую любовь, Он пострадал за нас, отдал свою любовь. Поэтому христиане поклоняются именно любви, на которой Господь... Именно той любви, которую Господь отдал за каждого из нас. И вот этот день, как я уже сказал, вспоминается событие именно крестные страдания Спасителя. И этот день Церковь предписала именно в строгом посте. Почитая этот день в строгом посте, празднуя этот праздник в строгом посте. Ну, строгий пост — это не разрешается ни молочное, ни рыбное, ни мясо, соответственно. А существуют ли еще какие-то традиции, кроме основной, о которой Вы рассказали в этот день? Ну, традиции, конечно, существуют, и они есть, и живут в народе Божьем. В этот день люди обязательно стараются, православные христиане, готовиться к таинствам Церкви. Они стараются подготовиться к таинству исповеди, к таинству причащения. Потому что таинство Церкви является врачевателями наших душ и телец. И вот, чтобы принять в себя Бога или празднуя тот или иной праздник, конечно же, христиане стараются очистить свою душу, очистить от грехов, страстей и пороков, которые являются разрушительной силой. Поэтому такие праздничные дни, как сегодня мы празднуем, праздник воздвижения Христова, воздвижения честного креста Господня, простите, люди стараются и исповедоваться, и причаститься к святых христовых тайн. А какие богослужения проходят в день воздвижения Христова Господня? Сегодня, да, богослужения проходят во всех храмах Русской Православной Церкви. Соответственно, они проходят в каждом храме города Севастополя. И вот мы видим, что в эти такие вот великие праздники, в 20-е праздники всегда много людей в Церкви, много людей. То есть люди чтут праздники Господни, чтут праздники церковные и стараются в них становиться лучше и чище. А насколько важны такие вот события? Вот что необходимо сделать для того, чтобы вот грамотно и правильно отметить этот день? Ну, как я уже сказал, в первую очередь, это, конечно же, внутреннее состояние человека. То есть воспринять Бога мы можем чистотой сердечной, блажение чистей сердцем и бытие Бога возряд. И, конечно же, эта чистота, она приходит не без нашего участия. То есть человек должен позаботиться, проявить заботу и попечение о своей Душе. И тем самым, как я уже сказал, поучаствовать в Таинствах Церкви, в которых преподаются дары Святого Духа. То есть это иным языком пища для нашей Души, которая очень важна и необходима. В особенности эту пищу нужно принимать такие праздники. Ну, к сожалению, время нашей передачи уже истекло. Благодарю вас, что пришли. Еще раз вас с праздником. Спасибо. Взаимно вас также всем. Всех с праздником. Вам помощи Божьей. И милости Божьей, любви, радости и всего того, что будет радовать ваше сердце. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас в гостях был клирик Святопокровского собора Протеерий Виталий Капелюшко. Это была программа «В контексте». Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин